Здравствуйте! В эфире из-за студии имени Степашкина Виктора Алексеевича и я преподаватель живописи Ештакова Евгения Владимировна. И сегодня мы с вами снова будем оформлять работы. Сделаем паспорту, посмотрим, чтобы она сочеталась и с рамкой, и с самой работой. Учимся правильно распаковывать раму со стеклом, чтобы не повредить креплений. Снова будем учиться подбирать цветосочетания работы, паспорту, рамки, чтобы все у нас получилось в гармонии, и чтобы из нашей работы получилось настоящее произведение искусства. Итак, мы нашу подложечку подгоняем так, чтобы она совпала прямо с краем обоев здесь и с краем вот здесь. То есть нам надо будет сделать всего два реза. Вот этот и вот этот. Обязательно на стол подкладываем что-нибудь, чтобы не повредить поверхность стола. Здесь у меня оргстекло рабочее, на котором мы держим. Итак, хорошенечко ровняем. И вот такая линейка металлическая. Незаменимая вещь для оформления, поэтому советую всем, чтобы она у вас, дорогие художники, была. И прикладываем ее вот к этой подложке и прижимаем как можно сильнее. Можно, конечно, бы и просто без линейки, но тогда есть опасность порезать подложку. Это как бы является таким ограничителем для ножа, чтобы он не гульнул случайно в сторону и не повредил картон. И с таким достаточно сильным нажатием позаботимся о том, чтобы еще ножик наш канцелярский был со свежим лезвием. Вот так вот прижимаем здесь. Ну, то есть ты аккуратно перехватываешь, да? Да, 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 да. Прижимаем, потому что если мы возьмемся здесь и постараемся довести до конца, у нас может уйти линейка в сторону и будет порезана у нас вот эта вот подложечка. Посмотрим, нормально ли прорезалась? Да, прорезалась отлично. Теперь аккуратненько. Тут нам важно уже не сдвинуть вот эту подложку, чтобы у нас не было кривых резов. Кладем сверху, тоже ровняем как следует и делаем такой же рез, как и сбоку. Аккуратненько. Осторожно, пальчики бережу. Так. Аккуратно перехватываем. Аккуратно перехватываем. Вот линейку нужно отложить. И вот у нас получилось паспорту. Не дорез, не дорез. Ничего страшного. Дорезаем. Берем, прикладываем аккуратненько к нашему рослиду. Дорезаем. Все отлично. Все получилось. Теперь аккуратно кладем нашу паспорт на подложку. Она ровно соответствует размеру подложки. И теперь наша задача выровнять плакат так, чтобы не было каких-то кривых линий. То есть четко выравниваем. Для этого тоже лучше использовать линейку. Прямо смотрим. Отступаем сверху. Вот тут у нас 4 сантиметра и 2 миллиметра. Это же расстояние должно быть у нас здесь. Здесь чуть на миллиметр ушло. Подтягиваем. Чуть-чуть подтягиваем. Проверяем. Хорошо. Так, можно проверить себя еще и снизу. Тут ровно 4 сантиметра. Можно четко выровнять по центру. Но если там будет где-то миллиметр чуть пониже, повыше, это не страшно. И проверяем еще. Если в принципе мы эту линию выровняли, здесь заводской рез. Поэтому кривизны быть не должно. Но на всякий случай. Нам же еще надо вот так вот. Вправо-влево, чтобы у нас четко было так. 4 и 7. А тут 5 и 1. Да. Можно на пару сантиметров подвинуть вправо. Миллиметров. А, извините, миллиметров. Миллиметров подвинуть вправо. Еще раз сверимся. 4 и 9. 4 и 9. 4 и 9. Теперь наша задача, не сдвигая ничего, аккуратненько, резиновым клеем, гель, кристалл типа момента, приклеить по углам. Можно даже не... Ага. Да. Можно приложить, чтобы это не съезжало. Вот. Отогнуть аккуратненько уголок. В принципе, если подложка хорошо прижмет, можно вообще приклеить только по двум точкам вверху. Вот здесь и вот здесь. Почему я не клею по периметру или не делаю крест-накрест в середине? Потому что если как-то гулять в влажности в помещении, то бумага может вести себя... Экстравагантно. Может коробиться немножко, да. Она как бы расширяется, сужается, потому что это все-таки бумага, это дерево, оно дышащее. И поэтому если мы по двум точкам приклеим, то оно вот чуть там на полмиллиметра отвиснет больше, а потом опять раз подтянется. И не будет вот этого коробления. А если мы так намертво приклеим, то коробление будет обязательно. Это по опыту. Вот. Может быть вот здесь в глянцевом блокаде в меньшей степени, но если вы оформляете акварель или любую живопись на бумажной основе, то мы приклеим... Я в своих работах приклеиваю на двух точках. На двух точках. Вот здесь, вот здесь. Этого будет достаточно. Две верхние точки. Вы не пробовали, Евгения Владимировна, скотчик двусторонний? Можно двусторонним скотчем, если он тоненький. Но здесь я, наверное, перестрахуюсь, потому что обои глянцевые и виниловые. Все-таки, чтобы попрочнее было соединение, я приклею резиновым клеем. Если подложка была такая вот более шершавая, вот как вот эта вот, можно было бы на скотче. И здесь, я думаю, тоже бы на скотче держался, но я приклею клеем. Две точки сделаю клеем. Вот клей-кристалл. Просто отгибаю уголок и делаю точку. Даже не обязательно в самый край. Ничего страшного. Все. Не будет никаких отхождений листа, если хорошо подложкой прижата работа. И с этой стороны. Все. Еще клей-скотч имеет свойство пересыхать со временем. Поэтому, если вы оформляете работу в долгую, не планируйте потом нести в багетку, переоформлять, а вот сколько провисит, столько провисит, то все-таки лучше использовать клей, а не скотч. Ждем. Так как клей какое-то время сохнет, если сейчас мы начнем манипуляции с нашей работой, она может немножко съехать, давайте подождем минут 20, чтобы он уж окончательно схватился, и мы бы спокойно продолжали наше оформление. Итак, проверяем по точкам у нас. Так, хорошо схватилось, подсохло. И теперь наша с вами задача заложить вот это паспорту с подложкой, с плакатиком нашим, под стекло. Отодвигаем, ну даже можно вот так вот пока убрать. Берем нашу рамочку со стеклом и вот теперь аккуратно нам надо отодрать вот эту вот защитную пленочку. вот у нас получается такое чистое-чистое тут свежее стекло. аккуратненько это делаем без рывков. все. И смотрим, что нам важно здесь понять. вот. Крепление у нас внизу получается. Значит, нам надо развернуть, чтобы наш подвес был наверху. Вот он, подвесик, за который работка будет крепиться к каким-то подвесным системам на стенку и так далее. Вот и теперь аккуратненько закладываем. Так как у нас все было вырезано ровно вот по этой подложке, поэтому можно закладывать по отдельности. Подложку можно не приклеивать к паспарту. Вот. Закладываем. И вот тут важно еще до того, как мы загнем вот эти стрелы, посмотреть, все ли у нас более-менее ровно. Да. Все хорошо. И начинаем. Еще чуть-чуть подровняем. И начинаем аккуратненько загибать. Вот так вот. Можно даже что-то взять такое, канцелярский ножик тот же самый, чтобы нам немножко помог вот так вот поддавить. Загибаем. Еще сильно вот так вот на работу стараемся не опираться. Почему? Потому что иногда вот это оргстекло бывает очень гибким, и оно может вот так вот проскакивать. И если оно туда провалится, нам придется снова это все отгибать и аккуратно ставить. Поэтому стараемся вот сюда вот особо не нажимать, чтобы не выскочило стекло наше. Оно очень тоненькое. Но есть рамки и с обычным стеклом. Кстати, их не советую. Все-таки гораздо более безопасно. Это вот именно такое защитное покрытие. Просто... Ну да, оргстекло, оно просто не такое тяжелое, и оно тоньше по толщине, по миллиметрам. Да, и сама работка легкая получается. Вот как у нас с вами получилась наша работа. Оформленная паспарту и рамой. Ну что, по-моему, очень смотрится закончено и красиво. Да, прижалось хорошо. Прям плотно, как будто приклеено. Хотя приклеили мы всего на две точки. Так можно оформить не только плакат, но и любую графику или живопись, даже фотографию можно так оформить. Да, то есть главное подобрать оттенок и фактуру обоев, которая не будет спорить с основной композицией. Да, конечно, несомненно. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. У нас много еще будет интересного и полезного.